Всем привет! Продолжаем путешествовать по книге 1904 года «Сокровище искусства. Картины знаменитых мастеров. Художественные репродукции в фотогравюрах О.Д. и Кнаппа. Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Итак, начинаем. Ян Гакер, аллееву канала Голландской школы. Стремление на юг, говорящие у нас, северянах, почти столько же сильное теперь, как 200 лет тому назад. Стремление это некоторыми историками тенденциозно считается роковым и пагубным для развития искусства северных стран. Также смотрели на дело и некоторые древние великие художники германского племени, например, Рембрандта, которым в недавно опубликованных заметках статс-секретаря Константина Геггенса говорится, что этот юный, работающий и гениальный художник, таким характеризует его сам Геггенс, к сожалению, обладал одним недостатком – полным нежеланием совершить путешествие в Италии из-за боязни этим повредить своему искусству. Однако лейденский художник был исключением среди своих собратьев. Кто только мог, тот предпринимал и в то время паломничество в обетованную страну искусства. В особенности же охотно ехали туда пейзажисты – это и римские голландцы. Долгое время были как раз любимцами всех коллекционеров и за картины их платили в три и даже в десять раз более, нежели за лучшие произведения их соотечественников, не перешагнувших границ родин. Среди таких художников, не устоявших от соблазна посетить Италию, но и не утративших при этом своей оригинальности, на первом месте стоит австердамец Ян Геккер. Во время своего путешествия через Швейцарию в Италии он собрал этюды для большинства своих картин. Однако между его произведениями мы находим и такие, в основании которых лежат простые родные мотивы, и как раз эти картины гораздо лучше других. К ним принадлежит и аллея, находящаяся в Амстердаме, гелогравюру, с которой мы здесь помещаем. Широкие солнечные лучи освещает этот кусочек беспритязательного голландского пейзажа. Стройные, не очень живописные вязы тянутся своими пятнистыми и почти до макушки обстриженными стволами к светлому утреннему небу, отражающемуся в тихой воде канала. Общество из нескольких охотников вносит в эту воскресную тишину пейзажа, его золотистый, пропитанный солнцем тон, свое веселое оживление, радостный блеск своих крас. Этот стафаж, стафаж в живописи, не имеющий сюжетного значения группы людей или животных в пейзаже, примечание, принадлежит кисти друга Гаккерта, Адриана Вандервельде, сумевшего оживить бесчисленное количество произведений, собрать и своими маленькими фигурками людей и зверей, богатством и гармонией красок и остроумной их группировкой. Многие из этих картин сделались всесветными знаменитостями только благодаря этим фигурам. Вандервельде умел сообщить свое ясное настроение, свою веселую и беззаботную жизнерадостность, свою тонкую красочность даже самым уравновешенным и скучным пейзажистам, как, например, Мушерону, Дегейшу и тому подобных. Прелестные же виды городов Яна Вандергейдена получили истинную жизнь только благодаря этим фигуркам. То же самое мы видим и на нашей аллее, где радостное настроение чудесного солнечного дня нашло себе такое веселое и громкое выражение в толпе молодых охотников. Времени многочисленные только что спускаемые своры в богатых смелых красках и в бодром эффекте светотени. Ну вот такое описание картины я нашел в книге 1904 года «Сокровище искусства. Картины знаменитых мастеров. Художественные репродукции в фотогравюрах Бодей и Кнапа. Переводы дополнений под редакцией Александра Бенуа». Пока. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»